Ага, давай, закрываем глазки, чуть-чуть, все, и 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 все. И все, и все, и все, и все. И все, 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 и все. Длодная дочь, кори. СТЭЛЬ 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 ВСТУП en Förler СТЭЛЬ 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 вообще еще отключить отключить микрофон ничего не сделать каждому начнем с артура и давайте дадим к примеру какие вам качество нравится человеке всем привет спасибо что позвали звал всех я в общем я игрок красный мирная карта никакой роли у меня нету по поводу человека который никаких мне качество нравится и заявить я ценю искренность я ценю чувство юмора я ценю бороду такого у ивана мне очень нравится барбершоп не знаю все хорошие качества не люблю все все плохие качества руки в сметане до своих не бросаю там сидела спасибо заочно с игроком под номером 6 по себе красный роли наконец-то меня смогут отстрелять первым ура все спасибо передаю слово игроку номер три первого речи понравилось хорошим мы играем без ночной инфы без показывания вот это вот я ком блять просто всем привет рад вас всех видеть хорошо поиграли в прошлый раз мне понравилось особенно скрытие комика очень классно инфы да кстати мне понравилась речь картман и понравился речь второго то есть по эмоционалу по крайней мере мне вот абсолютно понравился я не считаю что здесь есть между ними ну может быть я не знаю но как как картман красный для меня то есть он поговорил хорошо поговорил стабильно мне это понравилось мне понравился рома в принципе я не считаю что здесь есть разномаз какой-то то есть пока что поиграю с 12 качество в людях честность верность это верность понимаете лет на татой собак больше люблю ваша неверные верность с иглы спасибо спасибо я игру юрочка 3 минута спасибо больше водной серьезно зимали бы не понравился дочитать звезды вернулись бы такой средствах рождают и с игроком номер один из первой тройки воду качество я очень не люблю больше всего не люблю выебистость наверное хвостовство еще я не люблю тупых людей очень извините но это прям это наверно нельзя так говорить осуждаю вот но самое ужасное это когда люди что-то не догоняют а еще и въебываются дабл удар по печени надо адекватно оценивать свои силы друзья вести себя соответственно своим силам своему интеллекту своим знанием если вы можете либо быть сильно умным и выпендриваться либо ни того ни другого не делать но выпендриваться кого не сильно умный лучше не надо поиграть поиграю с игроком номер один но вообще это заочно мне вот это не нравится игра там с игроком номер шесть поэтому пока один не шесть и не семь восемь вот это все делать не буду почему игрок номер два мне пока ну вот я не очень любит это я красная карта там меня отстрелить первую ночь то есть это не делает игрока черный в коем случае просто делает игрока таким в облаке немножко спасибо большое Артем два минуточка да ты знаешь кто я такой вообще а мы в мафию играем да Юр это было тупое и это что там короче со третьим картман он поиграл четверкой говорит у него борода охуенная а у меня что хуёвая что ли не играю с к да нет шучу на самом деле брать гипертоксин что там бутератный или что он что там делает а он про третьего говорил ясно короче смотри играю с Артуром ну потому что он если короче мафия он обычно ручку вторую уже хавать начинает первую сидать вторую начинает хавать ну и он спокойно сидит как бы говорит обычно не забрали 4 речи которые были перед ним чуть-чуть это самоуверенный на мафии короче Рома меньше понравился ну Ванька в принципе нормально погорел но ему Рома понравился поэтому я его скорее всего не возьму в свою команду Юра играет с единичкой я с Юрой согласен в принципе единичка более-менее нормально среди верхних игроков поэтому скорее всего 1-4 вот спасибо спасибо Артем да Лоря твоя минуточка всем привет да а кто не знает соочно играю с Артуром вот что могу сказать по столу мне не нравилось как второй сказал наконец-то меня могут отстрелить первым это какая-то подозрительно достаточно фраза а вот а и чего ну потому что ну потому что так всегда и всегда будет вот третий поговорил хорошо но мне не понравилось что ему понравилось и 1-2 речь поэтому я с ним пока не буду играть но он говорил достаточно мирненько почему вам не понравилось второго речи трем игрокам ну я не играю я не играю ни против ни с ним но пока я буду присматриваться к нему потому что вот эта фраза наконец-то я могу отстрелить первым я как-то на мафии так говорила вот пятый очень сильно запутался что-то как-то речи перепутал и так далее с пятым тоже мне не нравится четвертый я не официально чтобы мне так показывать в общем-то не играю не играю с четвертым не играю со вторым пятым играю один три пока спасибо большое бля че слезы-то идут блядь да всем я всех рад видеть спасибо что позвали что хочу сказать по столу начну с конца наверно а для меня более в красную сторону то есть пока с ней я буду играть а с пятеркой точно не буду играть потому что он как-то теряется первый яйца и второй он играет вместе с Картманом то лишь чи,то ли он пытается Мафии он грызет ручку потому что сейчас весь конг грыз ручку а ты типа играешь с ним типа чего на мафии которую уже, это первый конг А то есть сейчас как бы мне речь хоть понравилась но сейчас пока с опаской 2-3 играю 2-3 играю, 4-5 пока под вопросом. 4 хорошо говорит, надо еще посмотреть, что будет дальше. Все, всем спасибо. Спасибо большое. Остались к ним. Артур, ты так далеко, ручку не ссоришь. С кем пойдем? Я надеюсь, ты мне проведешь мастер-класс. Добрый вечер. Ну, речь о том, открытие мне, в принципе, понравилось, я бы с ним поиграл. Второй, третий пока для меня более серый, четвертый склоняется к более красному у меня. Речь мне его понравилась. А вот у пятерки как-то было супер странно, супер непонятно, как будто запутался, что он хотел сказать. Возможно, из-за его шутки, которого хотел пошутить. Но пока странно. Пятерка пока сам подозрительно играл бы 1 и 6. В принципе, все. По семерке ничего не могу сказать, обычная речь. Все один? Да. Спасибо большое. Камик, твои минуты. Боже, какие странные команды. Я просто в шоке. Я рисовал сначала 5-6 разномаз, но у меня сейчас 5-7 разномаз. Это просто забейте. Ну, блядь, семерка вкидывает в пятерку по его команде. Вот. Я хотел с семеркой поиграть. Смотрите. Ну, блядь, ну она, ну типа, ну я думал, что она четверочку возьмет. Я думал, что она четверка. Она берет вообще 2-3. Я из среднего ряда, я 5-6-7 вообще в команду не хочу брать. Я хочу играть только с Юрой. Ваня у меня ближе к красному. Единичка действительно поговорила неплохо, но 1-2 серые. Я, так сказать, 4-4-1. 5-7 разномаз у меня получается. Ну, то есть, Драгнил хорошо поговорил, но я не услышал его команду. Спасибо, Камик, большое. 1-6. Фил, давай 2 минуты. Значит, ну с конца Камик выглядит, на самом деле, больше красным. Ну, что-то, какие-то, блядь, рафлан деления. Я попробовал поиграть, на самом деле, с Камиком. Плюс взял бы сия в команду Драгнила, потому что он отметил, в принципе, то же, что... И я хотел сказать, для меня Эстель по красному, я не понимаю, почему Камик делает трансномаз между 5 и 7, она поговорила по красному. Насчет шестерки у меня вопрос, в целом она неплохо поговорила, но это опять вот эти рафланы, в начале рафланы альянсы, типа, между 6-1 и 1-6. Вот пятерка мне также, как и многим, не понравилась, потому что, не знаю, на пятом быть слоте и не запомнить, что говорили предыдущие четыре игрока, ну, для меня это, ну, хз, я не понимаю, как так можно. Мне понравился Юра, вот, из верхнего ряда, двойка и тройка, они меня поговорили на серву. И также мне понравилось с Картманом. Но с Картманом я играть пока не хочу, но речь у меня действительно была хорошая. Вот, я пока хочу поиграть с Юрой, с, ну, с четвертым номером, с восьмым, и, наверное, с девятым и седьмым. Вот такая вот моя команда. В людях ценю доброту, честность, искренность и не люблю предательство, поэтому предпочитаю животных. А можно, Фил, с кем ты играешь вот эти 15 человек? Восемь, 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 четыре, семь, девять. Девять. Понял. Спасибо большое. Спасибо большое. Артем, твоя минута. Бля, если честно, вообще все серые, и я записал про пятерку больше всех, не понравилась нервозность. Написал, одна плохая хуже, шутка, зачеркнул две плохие шутки и зачеркнул три хуёвые шутки. И, короче, мне не понравилось, что ему за это все вкинули. Все вкинули, типа, за то, что это черный мух. Я не просто перепутал, все после него начали ему вкидывать. То есть больше всех с Эстель и восьмерка, и Камик с Филом, типа, подтянули эту речь. Поэтому, блин, вот всех тут закинул за это, я не хочу с ним играть. Дальше. Речь Ромы, у него была жесткая нервозность. То есть он перепутался сначала, и потом решил вкинуть этот рофл про то, что убивайте меня первым, похуй уже на это. А рофл играет картман 6-6-1, это понятно, это всегда, даже на это внимание обращать не надо. Поэтому для меня просто все максимально серые. Я ничего не понял, и не знаю, почему Филу и девятке понравилась Эстель восьмерке. Потому что, по сути, он, ну, мало что сказал. Блядь. Спасибо, Тюм, спасибо большое. Ну что, давайте отправляться. Сейчас музыка, сейчас рофл музыка, блядь. Все взыпают, город взыпает, город спит. И просыпается мафия. Мафия, здравствуйте. Ну, боже, вы зимой решите. Мафия сделала свой выбор, мафия взыпает. И просыпается, кто мафия. Дом мафии ищет... ...каком, на пляже саду. И просыпает, кто просыпается, кем саду. Коми саду ищет, кем саду. И решает проверить... И просыпается врач. И... С добрым утром. С добрым, с добрым утром. Но утро у нас не совсем доброе. Так не проснулся игрок номер два. Давайте, минута балагана. Ой, блядь. Он был самый красный. Ну, один из, потому что с ним никто не играл. Одиннадцатый красный. Мне тоже речь одиннадцатого больше понравилась. Можно пять секундочек? Можно пять секундочек? Я не знаю, почему понравился пятерки, как сказал одиннадцатый. Мне он не понравился вообще, как сказал одиннадцатый. Мне понравилось. Мне больше всего понравилось. Я тоже не очень понравился. Больше всего. Это не может быть... Не знаю. А потому что он меня защитил, а я свой цвет знаю. Вот в чем дело. Потому что все против меня пошли, а Артем это отметил. Это очень круто. Я не понял, Фил, почему ты взял команду 8, 4, 7, 5, и эти все взяли в команду... 8, 4, 7, 9. А, это 9, и они взяли всех разных людей. То есть ты сейчас можешь заниматься всем, блядь, столом. Но он же мог просто по речи взять. Он один раз меня наебал, блядь, влился в вены мне, когда был на черном микрофе, короче. Но красный игрок, красный игрок... Ну, блядь, если вы 10-11 проверяли кто-то из комиссаров... Да это 10-11 не смысл проверять. 11-12, ты чего? Надо бы проверять либо пятерку, либо одиннадцатого, если есть комиссар. Или семерку. Семерка хорошая речка. Я и семерку нормально поговорила. Парки команда, а 6, 5, 4... Товарищи, товарищи, товарищи... Я вообще в четверку лучше проверил бы, на самом деле. Спасибо, да, мы обязательно проверим. Ванечка, давай, давай, минуточку. Вы такие команды рисовали, что... Мне аж страшно, я вообще хуею. То есть, что вы там нарисовали? То есть у нас шестерка поиграла 1-3. Семерка поиграла... С кем она поиграла? С кем ты поиграла? 2-3-6. 2-3-6, но понравилась... То есть тебе понравилась шестерка, которая поиграла 1-3. То есть это вообще... У вас такие команды рисуются здесь, непонятно, что я сознание теряю. То есть для меня очень-очень сложный столб. Мы как бы с вами давно уже играем, но для меня сейчас здесь команды рисовать очень сложно. Мне нужна была проверка или Камика, или одиннадцатого. То есть я рисовал два одиннадцатого разномастного. Рисовал. То есть, ну и как бы по речи. Двойку били. Ну да я поиграл. 1-2 для меня... По эмоционалу мне понравилось, как они поговорили. Вот эти фкидоны по типу, я бы там не отстрелил и так далее, это может быть черный скай. Но по эмоционалу мне показалось, что они красные. 1-2. Я поиграл по позиции с ними. Я это всегда делаю. Вот. Юра мне в принципе понравился. В принципе, по речи. Но! Как бы сдаю его, его проверка тоже мне нужна была, чтобы я с ним поиграл. Угу, спасибо. Выставляешь кого-нибудь? Я выставляю игрока номер четыре, пусть в конце скажет. Благодарю. Благодарю. Юра, два минуты. Спасибо большое. Ну смотрите, если по аналитике, то вообще, после того, что произошло на нулевке в 2-3-4, если бы я был со стороны, я бы сказал, что там точно мафия сидит. А это как бы уже не 2, очевидно. Ну и как бы я знаю, что это не я. И по остатку получается, что это Ваня, хотя мне очень не хочется об этом думать. Потому что единственный, кто проиграл... Я согласен, я в 3-4 тоже нарисовал бой разномазок. Смотри, 6 поиграл 1-3, а 7 поиграл 2-3-6. То, что 6 играет с 3, но играет с 1, а не с 2, это к ней надо подозрения говорить, а не то, что 7 играется с этими всеми игроками. 6-7 может быть разномазок, для меня 6 чернее, чем 7. Позиция очень странная. Дальше, пятерка немножко там бросил вот эту шутку свою, понятно, да, и продолжает историю о том, что есть вот этот вот паровоз, короче, 2-3, о том, что я бы не поиграю с 3, потому что он поиграл с 2, и потом... Я бы Юр, ну и за, 3-4 разномазки, мне кажется, тоже. В 8-5 поиграл, к нему пока вопросов нет. Камик очень хорошо играет, проверка в Камик тоже была нужна. Спасибо, Юр, спасибо. Выставляешь кого-нибудь? А? Это значит... Странно, почему никого не выставляет? Можно было сказать. Пятерочка, давай твоя минута. Спасибо. Восьмерка, а ты с кем играешь? Покажи. Восьмерка, дрогнил. Дрогнил, а похуй. 1-6. 1-6, а почему Юра говорит? 1-6 он играл, я-то, да, да, 1-6 он играл. И тем не менее, 3-4, я почему-то там не вижу черного игрока, у меня больше вопросов 6-7, мне кажется, там по-любому, причем Лори ближе к черному и 9-10, но там Фил ближе к черному. Фил поиграл с девяткой, девятка нарисовала какие-то команды, он играет с какими-то рандомными людьми. Тут вообще как будто все через рандомайз делали себе команды, вот. Насчет того, что, Артем, почему он красный? Он подметил, что я самый серый, ну, самый серый для всех, самый черный, поэтому, мне кажется, я автоматом становлюсь красным. Я-то свой цвет знаю, поэтому 11-й мне понравился, что он подметил это, вот. Нужна проверка в 9-10, туда. Все, спасибо. Хуй знает. А, давайте, давайте выставлю десятку десяток. Пусть знает. Хорошо, Лори, твоя минута. Мне нравится, как все говорят, что я очень черный, но никто при этом меня не выставляет, я бы могла потом сказать на встрече. Вот, мне не нравится, как-то команда 5-11, а 5-й, ну, реально, второй круг, как будто, ну, как по мне, он как-то сейчас подсосался к чужому мнению, и при этом он... 6-1 играет вместе, 8 играет вместе. Просто команда типа, какая-то типа, все, да. У него просто мнение поменялось, потому что он полностью сильно проебался. Мне это максимально не нравится. 5-4. 4, для меня, честно, ты очень красный. Ну, хотя я первый раз его играю, но ты очень красиво говоришь, вот, так скажем. Поэтому я, наверное, тебя возьму в команду, мне нравится, как ты говоришь. Вот, почему я не взяла двойку, да у нас совместные руфлы с двойкой. Хуй знает. Я всегда не играю, а с единичкой всегда играю. Вот, тройка мне, честно, немножко меньше понравилась, как говорил, но я присосусь к мнению четверки, которые достаточно умные, как-то поняла, прям капец со мной. Выставлю пятерку, Estelle поговорила хорошо, с восьмеркой другим играю. Фил сейчас может объяснить, может, это его муф, как-то все к нему набросились за его команду, может быть, это был какой-то отвлекающий панёк. Спасибо, Лори, выставляешь к нему? Ты рада с твоими разномасами, блин, всегда чёрный. Вот, пятёрку выставляю. Спасибо большое. Estelle, твоя минута. Так, я больше не играю с Лорей, наверное. Сейчас она мне не особо понравилась, потому что она начала топить 5.11. Вот, а 5 для меня краснился после того, как, типа, все за мной, как бы, сказали, что он чёрный. Вот, и сейчас у него была, ну, типа, более-менее речь. А 11, когда сказал, как бы, про него... Блядь, болит нахуй этот самый... Поэтому он тоже автомат начинает с красным. Здесь пояс пизда как давит, ёбаный рот. Сейчас у меня красный играет 5.11.3. Это люди, в которых я уверена. Картмана надо ещё слушать, он будет закрывать стол. У меня большие вопросы к 6.8. И, типа, если брать 6.8, то, возможно, единичка тоже чёрная. Потому что восьмёрка взял в команду. Семёрка нормальная анализирует. Семёрка нормальная, семёрка... Семёрка нормальная. А, выставляю шестёрку. Семёрка нормальная. Ну, типа, ну, как бы, варианты. Ну, я не говорю, что единичка чёрная. Мы стрима поиграем в одной команде, втроём на перу. Ну, что? Ну, типа, всё возможно. Шестёрку выставляю. Спасибо, Сталин, да. Хорошо, выставила. А, Дима, твоя минута. Да, блядь, все находят. Афокаси держат. Значит, с прошлого раунда речь 11 мне, в принципе, очень понравилась. Это мышление красного игрока. И речь семёрки. Она, ну, типа, видно, хочет выиграть и ищет мафию. Речь пятёрки мне по-прежнему очень не нравится. Какие-то были вбросы непонятные. 9, 10. Туда, везде побросал. Типа, не совсем, мне кажется, это в красный мув. И шестёрка мне понравилось, чуть меньше, чем в прошлом раунде. Я бы сейчас поиграл с 4, 7, 11. Вот так вот у меня изменилось. Играл туда 4, 7, 11. Спасибо большое. Выставляешь кого-нибудь? Нет. Переходим. Выставь, я тебя, Финя. Камик, давай, два минуточка. Это пиздец, что происходит? Я, если бы, не нацик, подождите, 5, 7, 11, чёрная команда, блядь. Это тройка чёрных, блядь. Ну, минимум, там два есть. Семёрка, семёрка говорит, смотрите, смотрите, смотри. Семёрка, два, три, играет, откидывает свою тройку. По нулёвке, которой я поиграла. А Ваня хорошо разложил. Ваня хорошо поиграл. Я с ним поиграю, как и поиграю с Юрой. 5, 7 рисовал разномаз. Семёрка, типа, 7, 3 разномаз, почему? Где Ваня ближе к красному. По той причине, что ты его взял сначала в команду. А потом выкидываешь. И вы друг друга дефаете, 5, 7, 11. Для 11-го вообще все серые. Я сейчас поиграла с тройкой. Блядь, семёрка чёрная. Выставляю семёрку, выставляю пятёрку. Фью, выставь одиннадцатого. Для него, блядь, по нулёвке вообще вся команда серая. Мне не нравится, как она говорит. И топит шестёрку сейчас. А тройку ты выкинула, не надо тут. Драгнил в ту же команду. Ага, спасибо большое, девяточка. Выставляешь кого-нибудь? Меня выстави. Да, подождите, я семёрочку выставу. Хорошо. Или она выставила. Здесь нет, не выставлено. А, Фил, твоя минута. Бля, ну если честно, мне вообще не понравилось то, что начал говорить камень. Для меня, наоборот, семёрка поговорила по красному. Почему ты её начинаешь рисовать, прям её начал топить, её прям жёстко. 5-7 разномаз, типа, ну, 7, её начал хранить. Хотя семёрка очень хорошо поговорила. Для меня непонятно, короче, с каменьками не хочу играть. Вот. Восьмёрка. Типа, он, блин, нарисовал команду, что типа 4-7-11 он хочет играть. Но хз. То есть вообще у меня складывалась такая команда сначала. Типа это какая-то, ну, она абсурдная по нулёвке, но это какая-то типа 1-6-8 она возможна. 1-6-8 и туда ещё как-то псевдо-юра. Либо вместо единицы туда можно Юру запихнуть. Я бы рисовал бы между тройкой и четвёркой разномаз. Я бы сделал бы так. Пятёрка. Типа, пятёрка играет типа с 11 номером. Пятёрка начала в меня вбрасывать. Ну, как бы, ну и хер с ним. Вбрасывает, выбрасывает. Шестёрка, как поговорила. Шестёрка говорит, что да-да-да-да-да-да-да вроде, но мне тоже не нравится пятёрка. И как он вбрасывает. Для меня шестёрка серовато. Я точно хочу играть с эстель. Да, для меня эстель самая красная. Я, короче, буду только с эстелли играть. Выставляю. Выставляю кого-нибудь. Подожди, блядь. Меня выставите, блядь. Прошу уже. Не, не, не. Я хочу Камека выставить. Мне не понравилось вообще, как он поговорил. Спасибо большое. Артём, твоя минута. Да. Камек, если ты говоришь, что у нас треугольник 5-7-11, то ты должен был по Юриным жестикуляциям видеть, что он показывает, что эстель красная. И ты должен был его в свою команду. И ты должен был в нашу команду взять. Поэтому ты обычно за пальцами следишь. Поэтому ты для меня сейчас самый чёрный игрок. И после тебя идёт лори, которую ты начинаешь дефать. Абсурдно дефать. А дальше будем разбираться. Я вот так вижу. Блядь, что, Юра Комиссар, что ли? 5-7-4. Юра Комиссар, типа. Вот. И чёрные карты для меня. И, блин, речь Фила мне не понравилась. Обещаю, почему. Потому что он, в принципе, сказал суть слова. Потому что Камек лично к нему обращался на своей речи. Как это называется? Я куплю твоё слово. А Фил сидит и в голове сидит. Бля, пиздец, старый ты спалился. Нахуй из тебя. Я с тобой играть не буду. Поэтому он для меня, ну, серый становится. Вот. Ну, Картмана буду слушать дальше. Всё. И не понравилось. Ну, типа, дальше. Да это уже похуй. Фред, хуй. У меня команда 9-6. И дальше будем смотреть. Такая рафлан аналитика. Это пиздец. Я не хочу тебе сказать. Я не хочу тебе сказать. Потому что ты хочешь, что ты ещё подоговорил. Ай, тебе хочу. Блядь, извини, не кричи. Ладно, извини, Вань. Артём, ты выставляешь кого? Такая рафлан аналитика. Я ебу просто. Хорошо, хорошо. Спасибо, Артёмочка. Артурчик. Потом ещё добавят, что, блядь, я выебал, блядь, собаку, блядь. В общем, по столу. По столу. Выставляю, выставляю шестёрку. По столу скажу, что... Окей. Я вкидывал на прошлом раунде проверку одиннадцатого. Почему? Потому что у него есть нервный смех, когда он играет на мафии. Я просто с ним уже играл. Я знаю. Это проблема с таком, вы помните, да. В общем, шестёрка сейчас уходит. По ней видно. В общем, смотрите. Камик, блядь, сказал в прошлый раз хуёвую речь. Сейчас сказал хуёвую речь. Топил семёрку. Семёрка мне не очень понравилась, как поговорил. Потому что она нарисовала три мафии 1-6-8. Или я не помню, кто там был третий. В общем, ну, типа, не играю три мафии вместе. Если я с этого орал. Но, в принципе, более-менее нормально. Юра для меня максимально красный. Пусть пока посидит. Ваня серый. Не знаю, хоть и говорит по красному, но Ваня всегда говорит по красному. Одиннадцатый тоже сейчас окраснился. Играю. Пять, семь, одиннадцать. Ну, и пусть будет четыре. Шестёрка. В наборе пока. Выставляю шестёрку. Если выставлено, я выставлю кого-то другого. Драгнил мне не понравился. У него команда какая-то разная. Вот его максимально плохая. Ну, Юречка выставлю. Выставлю четвёртого номера. Он выставлен тоже. Восьмёрочка не выставлен. Но он не комиссар. Я думаю, что Руина не комиссар, блядь. Я думаю, что комиссар настоящий Юра. Выставлен 4, 10, 5, 6, 7, 9, 3, 8. Практически все. Так, в таком порядке будем вам правдой. Начнём с игрока номер 4. Ваши 30 секунд. Поехали. Думаю, что комиссар Юра, блядь. Меня начинаем в обратном, что ли? А кто меня выставил, госпожа ведущая? Есть информация? Тройка. По очереди. Он как-то задефал. Может так задефать или нет? Не, не надо, не надо. Смотрите, короче, почему Камик мне не понравился. Он сказал, что 7 не играет с 3. Когда 7... Первое, что сказала, это то, что она играет с 3. 7 нарисовала себе команду в основном с 3. Этим она мне не понравилась. Но когда в неё вкинул Камик, для меня есть стиль в красный цвет. Такая... У-у-у. Короче, камик хуй не делает. Сейчас 7-11, аккуратно возьму один. Пока не буду брать три, жду проверки, возможно, в него карту. Но смотри сам. То есть я бы со стороны рисовал 2-3-4, 1 мафия, 2 убили, я красный. Поэтому нужна проверка в кого-то из нас. Ну, проверка в меня... Три-четыре разномаст. Три-четыре разномаст. Три-четыре разномаст. А он будет серым. Три-четыре разномаст. Спасибо большое. А, десяточка, твои 30 секунд. Фил. А, блядь. Значит так. Да-да-да, извините. В общем, могу сказать, что 3-4 я до сих пор рисую разномаст. Девятка мне не нравится. И если у нас есть черная проверка, шестерка, я буду верить комиссару, я предлагаю выкинуть девятку, поскольку шестерка у нас всегда есть. Я предлагаю выведен девятку, поскольку он не играет. Он не играет. Он не играет. Он не играет так на этом самом, на мирном. Если карта у нас настоящий комиссар, то выводим сейчас девятку, потом вводим шестерку. Шестерка проверена. Окей. Давайте выведем девятку. Он второй ход говорит хуйню. Он второй ход говорит хуйню. Вводим девятку. Выводим девятку. Спасибо, Фил. Артем, гипертокс, твои 30 секунд. Стэль, хорошо поговорила. Моя команда 7-11. Если картман комиссар, я с ним поиграю. Единичка, четверка. Дрогнева, если ты вкидываешь меня, что я там в кого-то закидываю, я чуть-чуть неправильно закидываю. 6-7 я сказал разномаз. 9-10 я сказал разномаз. Фил сейчас правильно рассуждает. Но он как-то быстро переобувся. Но тем не менее, я поиграю с Филом пока что. Самые черные. Девятка. Шестерка, как и говорил, в принципе. Девятка сначала... Один рандом нарисовал, потом другой еще и путается. Спасибо, Артем. Спасибо большое. Шестерочка. Лорь, 2-й, 30 секунд. Да, мы с Артуром и две мафии. У тебя... Ну типа, я не верю, что Рома был комиссаром. Возможно, не Артур мафии, возможно... А, нет, подожди, точнее, не комиссар. Хотя, подожди, у нее есть черная проверка, он... Он с клюлся. А, 2-го у Велика, ты? Я думаю, что... Короче, надо выводить Камика. У нас есть мафия. У нас есть... Камика хуёво говорит. Он просто пиздец как хуёво говорит. Да, я все, я подпорчиваю его в жизни ночью, если он меня не увезет. Спасибо. Спасибо большое. Игрок номер 7, стоит вы 30 секунд. Инсталь, тебя не слышно. Я так поняла, что Лори не хочет, чтобы мы сейчас выводили девятку. То есть, 6-9 у нас мафия. Как бы... Я не знаю, я как бы верю, что Карпман комиссар. Он так ржал, когда я в него вкинула. Что? Как бы я верю, что он красный игрок. Вот, я думаю, что... Ну типа, можно в девятку сейчас вывезти, шестерку потом. Можно сейчас шестерку. Окей, шестерку. Шестерку. Просто десятка так стромно топит девятку. Мне кажется, девятку можно проверить, типа, и все. И вывезти больше. Хули ее проверять? Он сидит, блядь, черным. Он несет хуйню. Он так не играет, блядь, на мирном. Он не играет так на мирном. Я полстава сейчас вбрасываю из-за того, что... Да он не играет так на мирном, блядь. У меня красная карта, я пытаюсь разобраться. Хуя, нихуя, нихуя, нихуя. Я просто рисовал, блядь, типа, 5-7-11, что там две мафии начали дефаться друг друга. Я не хочу играть сейчас с филом. Я играю и с семеркой один, что там, но пятерка для меня по-прежнему серая. Вот. Я играю сейчас... Кто у меня не вбрасывает? Это тройка и четверка. Это тройка и четверка. Сейчас уходит только шестерка. Только шестерка проверена. Блядь, я не уйду, я красный. Нет, 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 ты уйдешь, ты уходишь, ты уходишь. Спасибо большое. Ты говоришь, что семерка для тебя красная, ты чё, блядь? Ты третий раз переобулся, девятка уходит. У нас есть проверенная шестерка, девятка сейчас уходит. Девятка уходит, девятка уходит. Ну, это ж не твоя речь. Хорошо, ладно, у меня. Хорошо, да, всё, тихо, да, у всех секундочки закончились. И сейчас говорит игрок номер три, ваш 30 секунд. Конечно, вы потрясающий, конечно. Знаешь, Камик, ты такие вещи нарисуешь. Мне нужна твоя проверка, потому что если ты будешь красный, ты уйдёт. Он очень сильно тебя топит. Если ты чёрный, ты уйдёшь следующий. Сейчас мы вводим проверную чёрную. Я верю, что картон комиссар. Как бы молодец, хорошая проверка. Кстати, ну, если честно, я бы, если комиссар был бы, я вот, честно, от себя, я не знаю, как ты её там палишь. Нет, я проверил бы или 11, то есть 11 проверил бы. Если он был бы красный, как бы я с ним поиграл бы. Шестерочка уходит сейчас, проверяет девятка. Девятка, нет, девятка уходит, девятка уходит, девятка уходит, блядь. Да он спалился, в смысле, у нас есть проверено. Смотри, картон, на первый раунд у меня... Надо девятку водить, нахуй проверять, он, блядь, он переобулся четыре раза, блядь. Я был так же уверен в девятке, как я уверен был тогда флэши. Пизда, блядь. В принципе, я так как-то встали все супер-красные карты, и за столом, ну, типа, двумя, две сейчас самые черные остались. Раз, ты пошеде похуй, ну, типа, ты сидишь на похуях. Да. Ну, остались две самые черные в карте. Ну, типа... И девять. Шестерка переобувалась, начала душить пятерку. Девятка вообще хуйню говорила. Ну, значит, давайте голосовать. Кто против игрока номер четыре? Поднимите свои ручки. Раз, два, три. Никого. Кто против игрока номер десять? Раз, два, три. Никого. Кто против игрока номер пять? Раз, два, три. Никого. Кто против игрока номер шесть? Раз, два, три. Да вы заебали, блядь, голосовать, блядь. Ну, значит... Я тебя поднимал сейчас, блядь. Речь Путина, да вы заебали голосовать. Давай, Лори, твоя предсмертная речь. Так, ну что я могу предсмертно сказать? Восьмой с нулевой со мной играл просто постоянно. Посмотрите просто на его команду, с кем он там играл. Один шею. Блин, я уже не помню, что хотелось сказать, на самом деле. Это как бы его окрасить. Короче, Карта, ну я буду мафией, ой, мирным, ой. Комиссаром я тебя проверю. Блядь, меня сейчас убьют, потому что я топлю девятку, блядь. Я не знаю, кто еще мафия. Девятка черный, его не надо проверять, он черный. Ну, хорошо, у нас нет вообще обсуждения, давайте спать ложиться. Давайте с такими тревожными мыслями мы должны спать. Выпьем всякие таблеточки, которые помогут вам расслабиться. Ага, спасибо, да. Дамуточку. И все спят, город спит. И просыпается мафия. Мафия страшная. Дамуточка уже сегодня посетит мафия. И, так скажем, убивает. Мафия сделала любые глаза. Миши, не баши, не засыпай. И просыпается дон мафии. Дон мафии решает музыку. Прекрасная музыка. И у нас просто прекраснейшее утро, потому что все живы, все живы, давайте минуты общего обсуждения. Поверка. Пятерка черный. Вскрывайся, врач. Картман, Картман, родной, родной. Пятерка красный. Да, ладно, 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 ладно. Давай, да, пятерка красный, девятка черный. Давай, давай вот так вот. Я не комиссар, я не комиссар. А ты что, девятку сейчас проверила? Не, я хотел, я хотел вкинуть. Да зачем? Это и так было понятно. Картман красный. Для меня Фил и восьмерка. Врач, если ты хилил себя сейчас... Да какой я, блядь? Ну Фил, Форин, ну чё? Ну ты быстро переобулся. В смысле я быстро переобулся? Я поверил в его проверку, потому что я назвал шестерку серой. Я назвал шестерку серой. Ты сначала пятерку проверила? Как вы поняли? А потом девятку, девятка черная. Ты сейчас девятку проверила? А что, ты по ней не понял? А шестерка труба? Когда про шестерку... Девятка, если девятку проверили, а она черная, ее надо выводить. Только зачем вы проверили девятку, когда я сразу сказал, что она черная, блядь? Шестерка для меня была серой. Девятка четыре раза переобулась. Есть проблема, Фил, есть проблема. Если ты что-то сказал за этим столом, это не значит всегда, что это так, потому что ты можешь быть черным. Да ну и что, блядь? Ну все равно, блядь, вы же сами видели. Юр, ты сам показывал, что... Шесть, когда один сказал, что шесть мафия увидел. Юр, ты сам говорил, ты сам показывал на пальцах, что девятка, блядь, черная. Ты это сам увидел, да, ты сам увидел, ты сам это увидел. Нас уже двое, просто надо было с двоем переубедить других. Спасибо большое, давайте начнем индивидуальные муфицыки, начнем с Юры. Сейчас уходит только девять, что логично. Я верю, что ИСЛ-комиссар, Гартман, ну... Ну, браво, ебать. Ну, типа, есть, есть... Ну, ты видел, по счетчику. По акции шесть, она черная. Но теоретически вопросы есть. Так что, как бы, в треугольнике оставлять картман, да еще это... Я объясню. Давай-то пока оставим, да. Сейчас уходит только девять. Девять сказал, что семь не играет с три. Это железный аргумент, даже без проверки. Девять сказал, что семь не играет с три, а семь играл с три. Я к семь в команду не навязывался. Я не пытался ля-ля-ля танцевать перед ней. Я сказал, что я с ней поиграю после этого мува. Но когда девять это делает, это значит, что, скорее всего, там разномаст. И, как мне кажется, из-за логичности Камера, как человека, но нелогичности в этом решении, скорее всего, мафия. Или он очень сильно запутался. Прям вот супер. Выводим девять, выставляю игрока номер девять. Спасибо, Юр, спасибо большое. Так, Артем, твоя минута. Я согласен с Юрой полностью. И это... Единичка красная. Он просто задефал комиссара. Он показал шестерку. Ты же видел реакцию шестерки. Как бы если он был бы мафией, ему же нелогично было сразу ее выгонять. Вот. Поэтому по-остаточному, Фил, вот, говорит, что почему я? Да тут, блядь, и некого больше, понимаешь? Девятку мы вводим. Остается 10-8 внутри в меньшей степени, понимаешь? Как я у тебя оставлю двух мафов? Как я у тебя оставлю... Ты сначала их не топил. Фил, все тихо. А что ты такой злой? Улыбнись. Вот, и все, как бы. Че сказать? Ничего не сказать. Драгнил со мной не играет все время. Сейчас, надеюсь, поиграешь? Все, спасибо. Спасибо большое. Выставляешь кого-нибудь? А, камик выставлен, да? Угу. Ну, Фил, ну че, придется тебя послушать. Угу, хорошо. Блядь, что он делает, блядь? Это ж просто пизда. Есть такое подозрение, что стреляли в меня. Это просто пизда. Меня хинули. Вот, но неважно. А для меня сейчас восьмерка остается черным. Вот. И хоть Карпман его окрасняет, но я не поняла, почему он его окрасняет. Потому что восьмерка, по сути, вообще ничего не говорит. Девятка проверенный, черный. А десятки я верю, пять чертов не верю. Блядь, пятерку такую хуйню несет, это пиздец. Как, ну, еще под вопросом, конечно. Три-четыре тоже под вопросом, потому что они непроверенные. Такую хуйню, блядь. Мне кажется, что восьмерки шесть, восемь, девять. Еще такой, знаете, с таким, блядь, лицом. Бля, ну, десятка. Ну, ты же ебать черный. Ну, а кто еще остается? Блядь, остается еще Драгнил, остается Манурин. Остается, блядь, пятерка, на самом деле, он, типа, одиннадцатый красный, просто одиннадцатый... Я знаю, что я в красный. Ух, его и дает анализ. А с лица... У меня остается три черные карты. Это четыре, три и десять. Четверка не думаю. Возможно, потому что, типа, девять, это понятно? Возможно. У меня другой рисуется. Я бы выкинул, нахуй, пятерку, а потом бы выкинул либо восьмерку, либо тройку, потому что пятерка ебла. Ну, а нахуй, нахуй с ним сидеть. Нахуй с ним сидеть за одним столом, если он выстраивает, что я в команде... Типа, что, блядь, проверенный, я топлю, блядь, и прохожу, чтобы он ушел. Че, блядь? Короче, я хочу выкинуть пятерку, просто чтобы нахуй улетел, блядь. И играть без пятерки. Ну, это моя нормальная реакция. А, вот. Где двойка, наставили, или двойку отстрили, или блядь, комиссар. Ну, типа, пять, я просто хочу выкинуть, окей. Я буду выбирать между, скорее всего, восемь... Блядь, Юра, он нормально показывал. Для меня, блядь, те, питья, я выил, смотри, у меня все красные. Блядь, а четверку можно добавить. На самом деле, я бы больше сомневался между восемьми и три. Я со всеми играю. Я со всеми хочу играть. Не погоняй ты меня. Немножко он как-то сидит, как-то напрягся. Я могу... Хотите, я могу скрыться долго? Два месяца не очень нравится. Я красный. Мне восьмерку очень не нравится. А пятерку просто ебайте. Ну, вы поняли, короче, важно. Я восьмерку, конечно. Семь... Семь это не настоящий ком. Вы рассмотрите две версии, ребят. Один файкует, один красный. Сто процентов. Передавай словами. Спасибо, как раз ты закончилась. Фил, твои минуты. Ну, в общем, так. Да, ты выставляешь кого-нибудь, Камик? Подожди, Фил. Ага, спасибо, Кил. Давай, Фил. В общем, так. Я уверен, что пятерка вообще поплала к хуям собачьим. Это просто пиздец. Типа, когда я рисую, что шестерка у меня серая, для меня шестерка уходила черным. Типа, семерка у меня комиссара. С девяткой все понятно. Я говорил, что надо было водить с самого начала девятку. Типа, я топлю двух мафов. Тем более, хочу, чтобы девятка ушла. И при этом меня так сильно душит пятерка. Что, блядь? Он при этом говорит, что на столе никого нету. Когда остается по остатку... Пятерка проверена красный. А, ты проверила пятерку. Хорошо, ладно. Я забыл, я забыл. Ладно. Тогда хорошо, остается восемь и три. Ну, других у меня никто никого... Юра, я смотрел за его жестикуляцией, он топил тоже черных, как и я. Для меня Юра красный, поэтому Юру нет смысла проверять. Надо проверять либо восемь, либо три. Три, мне его не очень как бы нравится, как он сидит. А восемь, он как-то, он ко мне подмазался. Ну, типа, да, это прикольно. Может быть, ему просто моя речь понравилась. Но не знаю, я бы проверял либо восемь, либо три. Если восемь красный, значит черный три, скорее всего. Если три красный, то значит черный восемь. Я никого не выставляю и буду голосовать девятку. Спасибо большое. А, Артём, твоя минута. До одиннадцатых не знают. Сыграю как в прошлом раунде Филу, скажу. Давайте, если мы знаем точную вторую мафию девять, давайте выгоним Фила. Ты чё, еблан? Не, ну, у тебя наигранная... У тебя наигранная топка. То есть ты наигранно топишь двух мафов и 25 раз намекнул на моё это. То, что ты максимально... Ой, блядь. Я знаю. Ну, чё, зачем тебя проверять, если я знаю? Вот, сори. Да, но это моя теория. И поэтому для меня, если честно, восьмёрка красная, а пятёрка проверенная... Ну, блядь, тут всё понятно. Типа, у нас может быть мафия 10, 3 и 8, и я больше верю в 10, потому что он охуел, как двое спалились по первому кругу. И такой, я, блядь, с вами играть нахуй. Ой, блядь. Блядь, сейчас нахуй это самое. Блядь. Всё, спасибо. Чё он несёт, блядь? Пятёрка несёт хуйню. Блядь, их надо нахуй выкидывать со стола, блядь. Блядь, отнесите новых. И восемь. Да не путают, пиздец. Нахуй они нужны. Он первый, кто из стола меня взял в команду. Блядь, а нам надо 11-го кикать. Хорошо. Если кто хочет обидеть меня, зачем он нахуй выкидывает, потом разбирается между тройкой и восьмёркой, я хуй узнаю. Я только на первом слоте не просижу. Меня нельзя проверять, блядь. Мафия опытная, она будет отстреливать меня, потому что меня должен в первом раунде был хилить. Но потом камик хуёво поговорил, и я решил вкинуть в 6 про того, кто был между ними. И 6-рка оказалась чёрная. Потом я вкинулся в пятёрку, и его, оказывается, уже стиль меня начала дефать. Ну да, я красный игрок, я не комиссар, вы меня можете потом распилить. Десятка для меня красная, потому что он агрессивно играет. Это больше стиль манеры игры красных вначале. Поэтому для меня он пока красный сидит. Не знаю, 3-8, ну 8 как-то на похуях так чисто сидит. И я дрогнил, а знаю. Он очень быстро говорит, когда он на мафию, нервничает и так далее. Десятка чёрная, блядь. Ой, и троечка сейчас сказал на первом раунде, что если у него поговорил по красным, он будет со мной играть, а Иван со мной и играет. Это только когда он на мафии, как и есть. Спасибо большое. Выставляю семёрку, давайте. Если меня сейчас отстрелят, если меня хилили, то ничего страшного. Вань, давай, твоя минута. Десять нахуй, десять нахуй. Туда, блядь. Понимаешь, что я делаю? Самое, что интересно, я поиграл по первому кругу 1-2 по речи, по эмоционалу, я взял позицию. Я никогда не боюсь поиграть 1 или 2, если данный нож окажется чёрный, ничего такого нет, когда я красный игрок. Меня вытащили, то есть по первому кругу с двойкой не поиграли 4-5-6, подальше 8. Вообще им надо было, если к мафию, что ему надо было, я бы на его месте самострелился. Вы пытались меня брать в команду, кто? Кто говорил? Пихали бы мне. Девятый мне говорил. Эстель, понятно, я с тобой играет, комиссар, молодец. Пятый проверен, я играю 5-7. Только 5-7. Только. Меня четвёртый пытается топить. Меня первый пытается топить. И меня восьмой сказал, что я серый. Одиннадцатый, не знаю, подозревает, понятное дело, что по остатку пытается. Для меня одиннадцатый серый. Фил, там эмоционально пытается что-то делать. Ещё раз говорю, я ни с кем не в команде. Я ни с кем не в команде. Если я был в мафии, я бы всё глупо. Фил, что ты пытается делать? Блять, чат, вообще можно сейчас фейкануть и не хилить семёрку. С нуля. Когда второе отстреление, я с первым сказал, что я играю. Потому что они будут уверены, что сейчас будут хилить семёрку. Сейчас я скажу речь. Спасибо, Ванечка. Выставляешь какого-нибудь? Не надо проверить. Выставляю игрока номер... Кого? Кого выставить? Четыре? Нет, четыре красные. Четыре? А кого выставить? Кто ещё не говорил? Одиннадцатый выставляй. Одиннадцатый выставляем. Окей, хорошо. Одиннадцатого выставила. Значит, у нас выстрелим 9, 10, 8, 3, 7, 11. В таком порядке, видимо, правда, сочёмся к игроку номер 9. Сейчас, подождите, секунду. Так, ага, камень 2, 30 секунд. Десятка уходит, спасибо, пас. Ебать! Дед, ты чё влетал? Фил, давай, твое 30 секунд теперь. Ну, в общем, смотрите. Во-первых, мне вот сейчас не понравилась речь Вани, потому что он спрашивает, кого выставляет. Обычно Ваня в этой стадии, он знает примерно, а он не спрашивает. Потому что... Не, Ваня, нихуя, блядь. Как не играть с ним, когда первый? Подожди, нихуя. Подожди, блин, ну чё ты меня перебиваешь? Этот сидит, поиграл. Короче, мне не нравится... Мне не нравится 11, потому что 11 топит меня. Опять проверенный красный, сейчас уходит девятка. Но это речь... Я рисовал с начала игры, что 3-4 разномазы. Для меня Юра красный, тройка. Накиньте ещё 10 секунд. Тройка после этой речи, после того, как он говорит, давайте выстави кого-то, кого считаешь нужно, ну давай его. То есть у него нет своего мнения. Ну, в данном случае. А у Вани всегда оно есть, когда он играет на мирном. Поэтому для меня сейчас Ваня Чёрный, и я прошу Эстель проверить, проверить. Доктор на месте, поскольку у нас кто-то жив, все проснулись. Доктор на месте, доктор ещё сидит. Эстель проверяет, скорее всего, тройку. Если тройка красный, то, значит, скорее всего, восьмёрка либо одиннадцатый. Спасибо. Держи в курсе, ты уходи. Так, хорошо, восьмёрочка, ваш 30 секунд. Десят уходят. Да, выставили тебя. А меня слышно было всё это время? Да, вы слышали. Да, вы слышали? Да, 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 было слышно. Твои крики, твои крики услышаны. А нахуй мы продолжаем вообще, в принципе. Типа здесь... Да, непонятно было. Да, непонятно было. Да, шестая, блядь, не говори, что она красный. Да, это тебя не дико. Да, давайте играть. Ваня, я, блядь, не разыграл. А, третий за счёт... Три, три, девять, правильно? Одинцать, пять! Вот так вот, стой, вам аплодируют. Одинцать, пять, ебать! Фил, Фил. Я тебя красным считал, если что. Я специально вбросил, чтобы посотрить. Понятно, поэтому я подгорел, понятно. Аллилуйя. Да, давайте все замолчим. И сейчас оправдывается игрок номер восемь. Спасибо большое. Так нахуя? Так Ваня говорит. Так Ваня... Пацан, вы чё вы тянете время, это пиздокапки? Здесь ничего не сделаешь, здесь просто пиздец. Первая мафа, вторая, я сижу по остатку. Фил, ты врач? Да, да, да. Фил, я хотел посмотреть, кто на тебя сагрится. Фил, Фил. Как Дон проверял Карпина на комиссарство, такой смык. Как ты её нашел? Я с ним думаю, блядь, как? Типа, ну ты, ну ты сыграешь, ты красный. Здорово, мужики. Я типа даже не могу лже вскрыться, лже не могу вскрыться, потому что она... Я б вас отстрелила. Вань! Здорово, мужики. Ну как мне? Как не вскрыться с этим литаром? Как мне вскрыться? Я согласен. Когда она ушла чёрной, ты чёрный сидишь. На нёх, сейчас вены вылезут. Блядь, ебать тяжело. Я сейчас пошла... Типа, слава богу, что я девятку, я девятку прям вообще распознал. Уже на третий год. Работаем. Типа, шестёрка, она... Фил, как ты? Гами, гами. Она переобулась. Да я не почувствовал, не почувствовал. Семёрка сказала, я играю в три, а ты ей сказал, ты не играешь. Она сфалила, сказала, я играю, ты говоришь, не надо тут, ты сказал, что не играешь. Но она сыграла. Музыка громкая, я чуть потише вам сделаю. Тут слишком тяжёлый стоп, для мафии тут не вариант. Тут просто время тянуть, как бы. Причём, Ванёк, самый пиздец в том, что, смотри, типа, фейкают шесть, шесть реагируют, как мафия, она уходит. Тут интерфейс полностью изменился. Да, меряется она мафия. Что мне делать? Типа, по позиции, два, три, четыре, там мафия есть, к сожалению, хотя ты очень по-красному играешь. Один с фейкалкомиссаром красный, пять проверенный красный, один с задефл пять на нулёвке, для меня он красный. У меня остаётся только десять, типа, восемь и три. Всё. А десятка, доктор. И десятка, самый красный из них. Да, у меня восьмёрка была самая чёрная. Почему вы не хотели, у меня вопрос к столу, почему вы не хотели в первую ночь вывести девятку? Ну, то есть, когда была проверенная шестёрка, почему вы не хотели... Потому что я лже-комиссар, понимаешь? А, а, ты же лже-комиссар. А, точно, я понял. Её надо убирать сейчас, пока они не проверили меня ночью на комиссар и не поняли, что я лже. Понимаю, я понял. Да такой проём от мафии никогда ничего не выжил. Я же офигел, Фил, я в тебя специально втопил, а ты меня называешь чёрным, а я проверенный красный, откуда он, блядь. Я думал между шесть и семь, кого в кинуть. Фил, мы ещё боялись себя перебивать, понял? Мы 30 секунд терпели, и потом мы стояли, я комиссар проверила пятёрку. Просто меня взяли в команду все, меня взяли в команду все, и я долго не просижу здесь. Ну, то есть, типа, я решил себя разменять на кого-то. Я хотел вкинуть в трое, если даже бы Эстель, ну, она по красному отреагировала, я бы сказал бы, я не комиссар. Я вообще думал, что Юра комиссар, потому что Юра так уверенно показала, что семь, типа, ком, бля, ебать. Я тебя, типа, захилил, я думал, что Юра вообще настоящий ком. Оказалось, бля, Эстель, ну, типа, вол. Но Эстель нормально говорила. Вот поэтому для меня странно, почему Камик топил Эстель. Вот нельзя никогда Камико разномассы проверять, понимаете? Потому что там два красных сидят обычно. Я, кстати, на первый круг хотела, я типа, думала, между пять и девять проверить. Надо было девятку проверять сразу. Да, я на красном. Не, ну хотя тогда бы я не прожила так долго. А где Лури? Куда она? Включайся. А она вообще-то мог давать, блядь, в дискорде. Пиздец. Надо ей ВК написать, наверное, что-то. А я поверил, что Карта он комиссар. Он лжи, сейчас лжи комиссаром пизжит, чем он, да, комиссаром скрылся. Охуительно, я такой сижу. Охуенно. А Карту скрывается, я такая сижу, такая думала, надо послушать, что он скажет. Бля, ей надо было дефаться нах, пытаться. Хотя бы что-то, хотя бы что-то как-то ее пытаться задефить. Невозможно. Люди, которые туда играют, они играют уже достаточно долго. Мы все играем. И в итоге я не могу иди к Карту на дефать, потому что ты старый, а он шестой ее дефал. Типа и шестой, он почерпный к Карту, черный, блядь. Просто запутывают стол пиздец. Я не знаю, но... Просто здесь... Я же тебе время делать не хочется. Просто сказка уже пизда. Не знаю, прям видно было, я хуй его знаю. Я же сердце, блядь, заболел. К Карту, в порядке. Да ладно, нормально все. Я, мужики, никого не перебивал, ну чего начинаете? Я же никого не перебивал, я сидел тихо. Камик там такую хуйню нарисовал. Вообще пизда, вообще ужасно. Так он хуй его нарисовал три раза, три раза просто. Да ты рандомный рисовал просто. Можно было доебаться, что он на нулевке взял Камик и сев команду. Нет, ну он потому что так, он пытался нарисовать разномаст, но в целом неплохо поговорил. Но когда он потом сказал, что Истель сначала красная, а потом она черная на выходе, это вообще пиздец. Ну что, Гон Экст или чего? Я наконец-то не спалилась на комиссаре, мне не отстрели в первую ночь. Почему ты не вскрываешься и ты тем, что не вскрываешься, руинишь? Кому я руиню, Гон? Я никому не руиню. Сейчас двоечку отстрелим, сейчас я въебу в четвертых. Я вскрываюсь только тогда, когда меня сильно топит. Неужели Лори мафия, и она ровнет? Тогда есть смысл скрываться, в другом случае нету. Потому что меня буду отстреливать. А я испугался, что я сказал, что все серые, а самый серый, Рома, его убивает такой пиздец, блядь. Ты у меня был под вопросом, Артем, но когда ты начал пятерку дехать, а я его проверила, и он реально красный, я такая думала, ну, блядь. Камик 2, Эспель 3, Драгнил 4, Артем Банчи 5, Руина 6, Юра придет 7, Лори 8, Ваня 9, Гиперток 10, Рома 11. Снова на отстрел. Привет, хорошие игры, передай Манурина привет и хорошее настроение. Ваня, привет и хорошее настроение. Ручку шисать хватит, блядь. А не Лори, Рома. Блин, Артем, я тебе про тебя правду понял, написал. Одна хуевая шутка, прям у меня зачеркнуто, вторая хуевая шутка, и тоже зачеркнуто, понял? Да у меня не было, у меня только одна шутка была, насчет бороды чудоебались. По-моему, Картман сказал, что ему Юрина борода нравится. Я сказал качество, качество людей, говорю, мне нравится. Про Юру? Да. Не, не, я сказал про Ваню Буру. Люди с Ваней, с такой бородой, как Ваня, мне понравилось. Ты говоришь, первый играет с третьим, что-то такое. С четвертым, с четвертым. Я играл только шестерым. Да я знаю, я подумал, ты сказал про бороду, что тебе нравится борода Юр. Черт, Юр, ты седьмой. Инфа есть какая-то? Юра борода, наверное, не кому-то. Вот в этом я ошибся. Это не борода. А мне, наоборот, такая больше нравится. Мне вестит, что мужчины говорят, что им нравится моя борода, но я не осуждаю и даже...